Давайте так, что мы будем дальше, как дальше жить. Самый первый вебинар смотрело 1600 человек, там были достаточно четкие советы по обрезке, по прививке, по посадке, все четко было, но если даже сейчас вернуться к этой же манере, у меня накопилось сотни вопросов от вас, которые не попали в вебинар, просто не попали, сколько бы я ни говорил, когда-то надо заканчивать, а быть это до вас половина три часа, и так многовато. Наверное, тут так кто-то смотрит, я знаю, а несколько человек жалуются, мы смотрим, первый час потом спать ложимся, но кто как, вебинары сильно длинные, а сокращать не могу, вот характер не позволяйте все, хочется все рассказать. Эмоции без них нельзя, народ заснет, вот. Что же нам делать, заканчивать, закругляться? Я все эти годы ждал, что достучу до самого верха. Достучался только до Ваулина, который это взял, вырастил уникальный сад, по моей технологии, с моих костчиков, забыл про меня упомянуть, вот, и пока все. Тем не менее, я бы его рекомендовал на пост особого человека, который бы отвечал именно за плодовые деревья, и вообще за садоводство. Вы знаете, когда никто ни за что не отвечает, и сейчас никто ни за что не отвечает. Почему? Сын Путина, Медведева, приглашали на Кавказ, там, в Северокавказский этот университет, вот, на стола стояли красивые крупные яблоки и виноград. Вот, почему он не спросил, где ваши абрикосы, я не знаю. Как вы думаете, вырастил бы я где-нибудь в Краснодаре абрикосы? Вот, когда спокойно растут в Херсонской области. Когда я был ребятком в Херсонской области, я росил, когда я в дворе. Вот, никто им не мешал. А учили убивать на ухиликах. Украинцев тоже научили убивать. Та же, как и у нас. Скажите, что нет. Получается, что замолчу, и тогда последнее, последнее окошко закроется. Просто замолчу. Просто перестану вести вебинары. Вот, и всё это привычно. Привычно отравленное. Всё есть отравленное. Привыкли. Вот. Никто не задаёт Министерство науки и высшего образования, Академия. Никто не задаёт вопрос, а почему у нас так плохо садами? Почему? Ну, жили от вас-то не зависит. Сколько я рассказывал тут. Ну, почему у этого они могут расти во многих регионах, у учеников жили? В чём разница? Да потому что жалеем мы деревья, таяц. Если уж калечим, то плачем при этом. Я не знаю, что делать. Как дальше жить? Вроде пустую говорю. Через неделю будет 300 просмотров. Ну, всё, какое-то количество попадёт в Яндекс. Там свой счёт идёт. И всё равно мало. Как перестроить всю страну? Два профессора ехали-ехали. Проехать мимо лучше Роса до России. Давайте почитаем, что там нам написали. Арсен, привет. Жабалдина, всем здорова, удачи. Гражданин Жабалдина. Ты знаешь? Вот. Если у нас есть поморозки, то я на днях познакомился с вами. Я горжусь теперь, что есть такой же Малдинов, который назвал меня своими ситами. Вот. Да, клуб. Бактейнный клуб. Да, местные, это самое, немногочисленные садоводы. Как он рассказывает? Вы понимаете, ведь сейчас перестроить науку невозможно. А он всё моё взял и выдал. Выдал слово в слово. Да, я сейчас своим языком, простым, народным, я сейчас такой манерой, вот, я просто поразился. Николай, спасибо. Кстати, ваш последний этот, я ещё не выставил фильм. Юрий Владимирович Железов. Помоги выставить фильм его. Вот. Там не будет моей фамилии. Просто Жабалдинова и всё. Вот. Ну, то есть, учёба Жабалдинова, там, посмотрим. Подмосковье, кстати. Вот. Так что, здравствуйте, Николай. Я рад, что у нас прибавилось. Вот, вот, уже один человек. Ещё оказался мой ученик. И вот он будет. Такое счастье вас видит. Так. Данила, большой привет. Как абрикос испеять? Сегодня пробовал с супругой Королевской. Спасибо вам за... Всё. Если вы пробовали Королевский. Это Королевская Железа. Это чудо. Это мечта. Это сказка. Вы представляете? Королевский в Сибири оказался. Это что-то невероятное вообще. Бухтияров. Ну, тут всегда на месте. Когда останется два человека на вебинаре, это будет я и вы. По-моему, мы ещё не пропустили ни одного из 200 сечеств. Так, Андрей, всем привет. Бакас, большое спасибо, что научили нас сажать, врачить, брать, абрикос. Пожалуйста. Вы знаете ещё, почему сейчас не брошу вебинары? Я хочу похвастаться. Сейчас от вас пойдут фотографии. Какие фотографии? Я заранее знаю. Я уверен 100%. Там будут федевры лучше моих. Помните, я вот это... Ворчал. Кому-то отправил черенки бая. У меня 60-70, это было всего 130 грамм. И таких примеров были? Море. Вот. Так, Данила, ждёмся. Моя фотка, королевская в самом начале. А! Значит, это была ваша фотка, Данила? Спасибо. Спасибо. Но возвращаться уже не будем. В самом начале это была абрикос ваша. Так, Андрей, сделайте пару вебинаров по уходу и лечению абрикоса. Я думаю, тема болезни, кусочков. Вы второй раз спрашиваете. Сейчас абрикосов очень интересны многие. Думаю, что у меня одного умирает абрикос. Мой пример можно использовать как лечебный пример. Да, не спасибо. Так, Андрей. Вот тот Андрей, на который я подумал. Может другой Андрей. Так. Что же, что же, что же. Пару вебинаров по уходу. Да как же мне быть, Андрей? Я уже второй раз так же примерно отвечаю. Ну, как я могу сделать вебинары по уходу, когда я не ухаживаю? По лечению, когда я не лечу? Вот знаете, как трудно такую книгу сделать? Если бывает на одной странице, ретри темы. Четко и понятно. Что это? А тут два вебинара. Это 4-6 часов. Как можно? Как я могу, когда я их не лечу? Вообще не лечу. Так. У вас, допустим, ну присылают мне много... Да, чаще это так выглядит. Уже в индивидуальном порядке мне. Ой, абрикосы. Я говорю, присылайте фотографии. Присылайте фотографии. Я говорю, а вы зачем там это сделали клумбу из пресвольного круга? А? А что? Красиво. Вот. Ну, то есть я хотя бы как-то пытаюсь найти, почему человек болеет о этом варикосе. Ну, уже поготовую. А до того заранее сказать, как его ухоживать и лечить, я не могу. Минимум резать. Правильно посадить. Все. Извините, Андрей, я не смогу делать. Не то же пару вебинаров. Я же полвебинара не смогу делать. Я могу делать только, например, ошибок. У меня есть фотографии, их тысячи уже. А нет у вас. Вот помните эту фотографию? Тут взял пару этих самых. Боковых веток отрезал, центральный стол погиб. Вот. Ну, тут же уже ищешь причину. Так, Олесников, доброго вечера. Юлечка Мельникова, моя племянница. Вот хорошо, теперь я хоть тебя порекламирую. Сейчас. Ну, так закончим, потом тебя. Людмила Поротникова. Некоторые садоводы для укрепнения плодов на храни собственных сельцев, абрикосов, дважды пересаживают, обреждают. Вот тут-то уже да. Ой, Людмила, что вы скажете там ко мне? Если до сих пор косочки не взошли, нужно выкопать? Мне нужно. Давайте с конца. Косочки у вас не взошли. А я только вот показывал персики, где у меня были. Там расходы такие мощненькие, уже метр-полтора. И тут говорят, вот такие вот. Взяли зашли на другой год. Вот молчали. Один пример. Я показывал на прошлом вебинаре или позапрошлом. Фотографию. Там целая грязка, большая, сотни этих. Прошел год. Пустая до ни одного схода. На следующий год вся грязка в сливах. Я там Сергей Жиринович. А его все это как? А она не захотела, не всохла. И так бывает. Вот и что получается? А он что должен был, вот эти там, допустим, на грязке, допустим, ну вы видели ее там, в том 200. Вы тогда должны были что? Или я советую? Взять теперь, выкопать все 200 каждого мудреца. Найти под землю же. Вот. Найти, 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 найти. И опять куда-то спрятать. И в каком виде хранить? Непонятно. Тогда получается проще грязку не трогать. Это я на последний вопрос. Отвечаю так. Теперь. Теперь, теперь. Возвращаемся. А, сейчас, сейчас. Теперь выше. Итак, дважды пересаживать, и обреждаются травы крови. Вы написали, некоторые садоводы для укрепления плодов. Значит, вы видели мои укрепленные плоды, и всякая, если это глупость, если это дурь. Дело в том, что, действительно, у абрикосов, у абрикосов, не устоявшейся психикой, я так называю, вы заметили, вот что касается критативной гимнализации, которая до сих пор является, ну, если вот свежий человек, который этот самый, это же Ольга Исакова, спокойненько, ну, ссылается на 30-й год, 90 лет назад, так, вот, всего лишь в крови. Мне вчера было 11 лет назад, а что было, извиниться? Вот это ссылается на это, говорит, что критативной гимнализации не существует, так? А тут дважды берет саживец, он вырос год, он раз его выкопал, корень, бах, обрубил, посадил, еще год ждет, калечит, да, еще год ждет, опять выкопал, бах, корень обрубил, посадил. И тогда ждем, и вдруг у него плоды, вместо дикаря, вот такие. А кто сказал, а ведь это у молодежи, то есть догло отношения, а кто сказал, что первый год такие же не были бы? Как? Чего она взяла? На третий год вот такие. А на первый год же она не видела, а ведь это саженец пересаживается. И потом, когда, а, допустим, если брать с косточки, а речь идет о косточках, допустим, ждали 5 лет, это нормально, 4-5 лет нормально. И вот 5 лет ждали, и наконец у этого дерева, а для меня 5-летний апрекос, если он нормально посадил, все нормально, и вот здоровое дерево я не калечил, оно размером с мою баню. Я смогу его пересадить, чтобы укрупнить? А, допустим, продолжалось положение, они не мелкие. Я смогу укрупнить? Для этого надо теперь огромный апрекос, размером с баню, выкопать вот такую яму, нет? Нет. Тогда, получается, это делают сразу. Давайте еще раз прочтем, когда это делается. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. На первом году дважды пересаживаем. Поняли? На первом году. То есть, не имея понятия, что будет. А если бы он не пересаживал два раза, и даже один раз, а просто посадил, кто сказал, что у него апрекосы мелкие должны были быть? Они сразу такие. А может быть, наоборот. Две пересадки искалечили дерево. Что в таких случаях делает дерево? А разрождается максимальным выражаем мелких плодов. И вот задача отдать как можно больше мелких. И вот этим дурацким примером, который нельзя подтвердить, который принимается на веру. Никто не видел и не знает. На первом году. Откуда он знает, какие были бы? Укрупнить, я считаю, невозможно. А уменьшить. Колесе дерево, оно начинает давать его рожай предсмертные, значит, обильные. Вот эта глупость, одна из глупых глупостей. Есть еще подобный пример. Но там уже сказано не просто пересаживать и обрезать центральный корень. Там, говорится, надо пересаживать с места на место. А дальше такие примеры. Как они рождались? Это было у профессионалов, это было у любителей. Люди обменивались письмами, появлялись статьи. Многие письма печатались в газетах. А выглядит это так. Я посадил саженец, а он взял, замер и не растет. Или болеет, или плохо себя чувствует. Видно, что не хочет расти. И все в таком духе. Все в таком духе. Я взял, пересадил, или я взяла, пересадила. И вот чудо. Он быстро нагнал и так далее. А вы не подумали, что когда он мог плохо расти? А почему нормальный саженец, что и все плохо растет? Вы еще не успели искалить всего ничего. Да потому что вы могли посадить гепатогенную зону. Пересадил на нормальное место, а он погнал. Вот эти вещи, которые постепенно-постепенно обрастают легендами и становятся истинами. И вот теперь вы посадили дерево, оно растет. А когда вы сможете пересадить два раза? Тогда ты берешь в первом году. Это значит, что вы где-то достали однолетний саженец, посадили. Сколько вы ждали, чтобы пересадить? Но не в середине же лета. То есть вы фактически калечите его.